Девушки отдыхают По словам Ларисы, суть конфликта в том, что она забыла оплатить чай. Цена вопроса меньше 100 гривен. В моем присутствии вызвали охрану ГСО. Прямо при ГСО выяснили, что товар был не оплачен. Таврияна Вильямса. Несколько тысяч покупателей ежедневно. Камеры видеонаблюдения повсюду. Выяснить, кто говорит правду, достаточно просто. Нужно просто посмотреть запись. Но директор магазина согласен показать ее только в присутствии полицейских. Вызываете полицию, пишете заявление. Я пишу встречное заявление. У меня есть четкое видео, где данная дама действительно украла чай. Спустя полчаса приехали патрульные. Запись с камер видеонаблюдения ни нам, ни им так и не показали. Ситуация показала, что есть специалисты, которые занимаются лимонами. Я понимаю, да. Как долго его нужно ждать? Затем надо ответить, потому что один на выпуске, а другой куда-то выехал. Полиция уехала. А Ларисе все-таки удалось найти то самое помещение, где, по ее словам, происходило избиение. Чтобы попасть туда, нам пришлось ждать около 15 минут. Хотя сотрудник супермаркета был внутри все это время. Да, это комната. Только диванчик был какой-то другой серенький. Мне моя смена была, не знаю. Инцидент произошел в субботу вечером. Заявление Лариса написала в понедельник. Данная информация сначала была внесена в журнал единого учета. Началась проверка. После всего эта информация была внесена в единый реестр досудебных расследований. Предварительная квалификация – умышленное легкое телесное повреждение. Наказывается штрафом до 35 тысяч гривен. Или общественными работами на срок до 200 часов. Или исправительными работами до одного года. Следить за темой будут Алия Замчинская, Виталий Прус, Думская ТВ. Алия Замчинская, Виталий Прус.